на канал из агет поступил такой вопрос крик души верните нашу батюшку нашу любимую батюшку определен другой приход как нам вернуть его ну во первых скажем что все-таки ничего в жизни происходит без промысла божьего и если бы не видим причин очевидных не понимаем последствий не понимаешь что происходит мы не можем до конца судить о промысле божьем просто боже это тайна господь нам его не открывает но может зачастую в течение каких-то проходящих лет со временем становится понятным ну к примеру священник пришел другой приход и на том приходе он может больше открыть свои таланты если приход может быть скудный там мало народа и не хватает там живого слова это зачастую господь попускает чтобы на этот приход пришел проповедник чтобы слово божие привлекало новых новых людей это тоже будет великая польза иногда рядом с новым приходом находится например больница или роддом или приют для бездомных и священник будет иметь возможность посещать страдающих болящих это будет великая польза надо всегда все же когда случается нами какая-то скорбь неприятность перевод священника это скорбь это всегда то что нужно потерпеть надо всегда стараться увидеть в этом хорошие помимо скорбного надо поискать это хорошее если мы будем так настраиваться то обязательно господь нам откроет некоторые позитивные вещи которые могут произойти при таком переводе так или иначе ченька перевели но всегда можно прийти к этому священнику если это ваш духовный отец если он близкий вам по духу всегда можно приехать на другой приход можно точно так же прийти к этому священнику на исповедь также с ней посоветоваться ничего от этого не изменится в конце концов его перевели не не другой город не другую страну он рядом он близок и нет никаких проблем продолжить духовное общение в действиях еще начали всегда правильно видеть божественный промысел мы так не ошибемся никогда будем осуждать ошибемся будем роптать ошибемся будем внывать будем ну как-то скорбеть излишне то тоже впадем в уныние и тоже ничего хорошего духовной жизни не будет надо всегда помнить о том что в душе нашем на душе нашей должен быть мир и этот мир надо хранить создавать его надо помогать богу не мешать вернее ему делать дело нашего спасения не препятствовать богу приходить к нам чтобы не было препятствий надо смириться перед ним на спринципе его крепкой рукою перед его всеведением перед его бесконечной любовью перед его промыслом который следует ко спасению и если мы почитаем библию на этот счет то можно найти много мест которые говорят о том что все земное проходящее и ни к чему земному приобретаться не нужно потому что все мы оставим свое время и останется только то вот что мы собрали за всю нашу жизнь если у нас тот самый мир мир божий нашей душе если у нас доверие богу если благоданность богу или настолько суждение робот и уныние и вот если мы почитаем книгу иова библии то там есть такие слова нак я вышла с ревы матери моей нак и возвращусь господь дал господь и взял как угодно было господь так и сделать да будет имя благословенно так и мы когда случается что-то неожиданное для нас необычное такое скорбное скажем так тоже да будет имя божие благословенно аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и Продолжение следует...